Два в одном. Жизнь над мусоркой с одной стороны и над общественным туалетом с другой. Жильцов 173-го дома по проспекту Героев Сталинграда, чьи окна выходят на фасад, атакуют вонь из контейнеров супермаркета, а с тыльной стороны тоже прямо под окнами устроили отхожее место торговцы стихийного рынка. Вот эта вся территория – это всё туалет базара. И вот туда вот это всё продолжение. Вот окна. Здесь дети живут, простые люди живут. Открыть не можем, ничего делать не можем. Говорят, для торговцев поставили биотуалет, но те им пользовались по назначению до тех пор, пока не пришло время чистить кабинку. С тех пор хождения под окна возобновились. Отвадить непрошенных гостей от заветного угла жильцы пробовали сами. Не помогло. Своими силами, ну только ведро воды стоит на балконе, выливается на голову и всё. Просто уже у меня нет сил, ни вежливо, ни грубо, никак. Не лучше приходится и тем, чьи окна выходят на фасад. Тут воздух портят постоянно переполненные мусорные контейнеры супермаркета «Сильпо». Дышать нечем. Ну, окна закрываем, открываем в подъезде. В подъезде лучше воздух, чем на улице. Пообщаться с администрацией супермаркета не удалось. Только с охранником. Хорошо, мы выйдем. А с кем из администрации мы можем поговорить? Не можем ты поговорить. Не надо трогать камеру руками. Ну, пожалуйста, а чего вы взяли? Хорошо. С кем из администрации мы можем поговорить? И с кем. Снимание запрещено. Ко всему прочему, жалуются жители, здесь еще начали строить киоски. Что их тоже не устраивает. На все свои неприятности люди несколько раз жаловались властям. Городским и районным. Ответ я получаю, но очень смешные ответы. Оказывается, все дома, даже те, которые сюда не прилегают, его умоляют поставить здесь киоски. Випридского Романа Сергеевича. С председателем администрации Коминтерновского района Романом Випридским активисты связываются по телефону. Тот обещает прислать коммунальников. Они поубирают мусор, а туалет почистить вот этот вот и все остальное. Как вообще проблема? Понятно, некому. А 15 павильонов что тут строить? Куда они будут ходить? Вы обяжетесь сделать внутри туалета? Люди возмущаются. Им не нужно тут столько торговых точек. Тем более, почти вплотную к дому. То есть, если, не дай бог, здесь в доме будет пожар, какая-то ЧПшная ситуация, машина пожарная не проедет здесь. Лестницу там кому-то подать. Вот, не дай бог, да, такая ситуация. Мы боимся жертвовать собой, своими детьми ради киосков. Я не против всех киосков, но вот это уже совсем беспредел. Представитель Коминтерновского района, прибывший на место, обещает разобраться в схеме расположения киосков. Мы обязательно разберёмся в этом вопросе и проверим всё на соответствии нормам. Кто строит киоски, торговцы на рынке не знают. Заместитель председателя района заверяет, это те же предприниматели, которые нанимали реализаторов на лотки. Это меняют форму предпринимателей. Кто там будет торговать? Вот эти же? Эти же самые люди, кондитерки, овощи, мясомолочная продукция, союз печати и так далее. Правда, большинство реализаторов такой информацией не владеют. Я же не пиду строить такие киоски, у меня пенсия тысяча. Я стою, чтобы за квартиру заплатить, хлеба себе купить. И что вы трое? У нас сейчас пиджопомешалка, и будут милицию нашлить, и будут нас забирать. Торговцы неохотно сворачивают свой товар. Исключительно под натиском чиновников. Мы не будем тут расследование провести. Вы здесь работаете, и вот возле вас должно быть чисто. Нет, это не чисто. Мы с вами торги вести не будем. То, что у вас не обслуживается туалет, я вас тыкать носом туда не буду. Я не хожу в туалет. А должны туда ходить, а не по двух, как жить. Далее наступает очередь неприступного супермаркета. К чёрному ходу даже выходит некто с бейджиком и, не представляясь, заявляет, что снимать их нельзя. Кто вам сказал, что нельзя снимать? Вы будете отравлять людям жизнь, а вас ещё и снимать нельзя? Кто вам такое сказал, что вас нельзя снимать? Можно всё, я вам разрешаю, можно здесь снимать. Поэтому вы не отдельное государство, и не надо тут свои законы устанавливать. Вы у нас непривилигированные предприниматели, это вам ясно? Не устанавливайте тут своё законодательство. Научитесь вообще услышать людей хотя бы, жителей, у которых вы в доме находитесь на первом этаже. Вы совсем уже потеряли всяческий стыд. В контейнерах пользуются как местом складирования некондиционного товара, у которого вышел срок годности, фруктов. В летнее время года, естественно, всё это течёт с контейнеров. Фрукты и овощи начинают течь. Кисломолочные продукты также. Тут же маргинального вида, скажем так, субъекты, ну вы сами понимаете, достаточно ещё осталось и лиц, которые ведут неопределённый образ жизни и так далее, без определённого места жительства. Они роются в этих контейнерах, находят эти продукты, переворачивают всё это, потрошат их. Тут же на месте представитель администрации находит ещё несколько нарушений. В организации места парковки грузовиков, в установке технических вытяжек супермаркета. Со всеми этими нарушениями чиновники обещают разобраться. Добавляя, на сейд супермаркетов сельпо – это уже не первая жалоба подобного рода. Галина Шподарева, Андрей Радич, Агентство телевидения Новости.